Ну, грустное письмо. Так, сколько мы проговорили? Час. Я пойду подогрею вот это вот. Это займет не больше двух минут. Хотите пока, почитайте. А что делать? Меня уже, знаете, это самое, меня жители Краснодарского края для инфаркта доведут. Жил себе спокойно в Сибири, выращивал 100-граммовые абрикосы, неукровенные персики. Вот. Завидовал Краснодарскому крыку, не знаю. Дикая была зависть. Конечно, никогда не собирался сюда переехать. Жары боились. Но что там такое творится, пока Крудева не приехал, я завистью чуть не умер. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 У этого самого человека, который тоже умер и достаточно ранее вот это имейте ввиду. Абсолютно здорового жизни. За жизнь ни разу не закурил, ничего не пил, занимался, бегал, прыгал, физически работал, прогулки, все, отдых. Вот. Умер достаточно рано. Когда его вскрыли, у него вообще сосуды были напрочь забиты полностью. Печень была чистейшая, а сосуды забиты, он умер. Видите как? И получается где-то середина есть или нет? И вот мы всегда вот надо было установить какие-то принципы. Я взял так, чтобы мне больше верили. Мои фотографии увидели. Так. С персиком. Фильмы видели. Переезжает мой персик, вот он, к Чернобаеву. Привитый. Готовый персик. Он его садит. Получает от меня инструкции. Видите как это? Вот посмотрите. Вот я к теме разницу обращаюсь. Не, не обязательно к тем домам. Заметьте, фамилию вас не называю, имя не называю. То есть я не треплю. Откуда мы знаем вас? Вы для нас давно виртуальные. Ну подумаешь, там это, не сходимся во мнениях. Вот. Вы попробуйте вот этот персик. Прекрасный, плодоносящий. Это самое. Когда он забрал пирожай, он мне вручил 1700 косточек. А урожай был на двух деревьях. Мои эти. Мои. 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 Шайбу. Это мои. Понимаете? Он мне вручил на продажу 1700 косточек. А теперь посмотрите, почему я эту фотографию использовал как учебную. Нет. Ну полюбоваться, да. Ой, мелкие. Какая гадость. Мелкие. С кислинками. Все. Ну их. Лучше не иметь персиков, чем иметь вот это. Так мне объясняли эти специалисты, которые от злости слюной брызгались. Гадость. Лучше не иметь, чем иметь такую гадость. Это что персики? Ну ладно. Допустим, мы все-таки согласились, что они похожи на персики, да? Похожи? Вот, смотрите, штамп. Что бы классическая наука оставила от этого штампа? Вот догадайтесь. Представьте себе. Точно так же команда до высоты 40 сантиметров отрезать боковые ветки. Ну что, продолжать мне или не надо? Или это уже не персики? Или это уже не Сайногорска? Пригород называется летник. Сайногорска! Ни этого. В Крым мы не ездили. А, на Кубань ездили. Там еще. Сами видите, что делать. Теперь посмотрите внимательно на листья. Где хурчалость? Что было сказано Чернобаеву? Персик, он и без меня не дурак, но все, я его повторил. Персик очень нежный. Это настоящее тропическое растение. А его можно удержать на севере только с помощью специальной формировки. То есть я обрезал и все. И больше подходить нельзя. А теперь будем гадать вместе. Итак, это один. Не мой сад, подчеркиваю, не мой. То есть процесс пошел или нет? Сергей Болдырев. Это я обращаюсь, я экзамен сдаю. Ну, правда, студент, вернее, если я студент или там. Ну, то есть, по крайней мере, сдающий экзамен. Как их называют-то? Абитурен, да. По крайней мере, теми разницы уж снизойдите троечку. Мне поставьте вот за все, что я сказал. Вот. Идем дальше. Сергей Болдырев. Делюсь своей радостью. Засъел хасанский персик. Слышал, что нужно удалять часть цвета. Так ли это? Ну, вы представляете? Слышал, что нужно удалять. А помните мои присказки? Попробуй только руки по ту-ту-ту-ту-ту. Ну, он серьезный мужик. Я же не могу с ним так разговаривать. Что возьму твой же секатор и твои же руки тебя пообрываю. Смотрим. Свежайся. Вы представляете? Ну, ладно бы. Вот эта фотография вот только пришла вот специально к этому винару. Мой персик. Цветов еще больше вижу уже, чем у того же Чернобаева было на четвертой фотографии. Вот. Вы представляете? Шансов, что у него будет большой урожай, ну, 20-30-50%. Каждый второй год, а в некоторых местах три года из пяти убивает все напрямую напрямую заморозками. Так? Нет. Ну, и что? Одну половину оторвал, другая половина замерзла? Или как? А эти дамы бы сказали, вот снизу раз там, ну, это они, другие. Даметр требует все отрезать. Вот бы он отрезал, вот бы я ему точно приехал бы. Ладно, шучу. И вот я объясняю. Ничего не надо делать. Персик разберется сам, как это будет выглядеть. А вот так. Мелкие. А если делать, у меня после этого два года без персиков сидел, хотя тоже не отрезал. Один раз мороз убил, а другой раз заморозки убили. И это до next года. Продолжение следует... У нас будет пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Мачумовка Люди